Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Смотрите нас и в Телеграме по ссылке под этим видео. Вчера Большой Театр показал премьеру новой постановки оперы Евгений Онегин. За последние полвека это всего четвертая постановка оперы Чайковского на сцене главного театра страны. Две из них принадлежали Борису Покровскому, который сам в конце 80-х годов понял, что его старый спектакль 44-го года уже невозможно показывать. Увы, второй спектакль был сделан уже старым мастером и был быстро забыт. В репертуар вновь вернулся спектакль 44-го года, а Ленского в нем пел даже Николай Басков. Тяжкие времена были. В 2006 году Большой Театр показал Онегина в постановке Дмитрия Черникова. И сегодня уже понятно, что этот спектакль стал главным достижением Большого театра за всю постсоветскую эпоху. И хотя он подвергался огромным нападкам, сегодня достаточно взглянуть запись творения Черникова на ДВД, чтобы понять, такими должны быть постановки главных русских опер в Большом. Они должны открывать новые смыслы, заезженные партитуры, они должны гнаться не за внешним жизнеподобием, а только за глубинным и непознанным до сих пор. Напомню, к примеру, что в спектакле Том впервые на сцене представало то, о чем написано много страниц музыковедами. Тональная связь Татьяны Еленского обретала зримые черты и демонстрировала нам радство душ этих героев. Но именно этого больше всего боится нынешний директор Большого театра Владимир Урин. Он прекрасно понимает, что такие спектакли становятся поводом для дискуссий, а ему не нужно, как бы чего не вышло. Лучше ставить спектакли, похожие на классические по форме и пустые по содержанию, зато никаких скандалов, дискуссий, и он продолжает сидеть в своем кресле. Поэтому последние годы Большой театр точно назло всем критикам зовет бесконечно тех, кто уже опростоволосился на его сцене. И всем дает второй шанс. Добрый такой. Если по два спектакля поставили Тумина с писарев Кулябин, то Евгений Арье, поставивший скучнейший спектакль по идиоту Вайнберга, получил второй шанс сделать Большому театру красиво. И всем нам, конечно. И у него даже кое-что получается. Вернее, не у него, а у его сценографа Семена Пастуха, который открывает сцену Большого театра на всю глубину и по периметру вывешивает волнительно прекрасные занавесочки. На которые можно, например, проецировать видео. То лес, а то гусиное перо строчит текст письма Татьяны. Кстати, перед каждой сценой на занавес проецируются надписи. Письмо Татьяны, дуэль. Вдруг кто-то забыл, что там будет. Спектакль «Онегин» в Большом надо хвалить. Уже за то, что он наступил на все возможные грабли. Эта рецензия похвала глупости его создателям. Судите сами. Гигантская сцена – мечта любого театрального режиссера не меньше, чем бюджеты оперной постановки и гонорары. Вот только трудно понять человеку, далекому от оперы, что размеры сцены становятся непреодолимой преградой для певцов, которые сдвинуты уже на пару метров вглубь. И вот два квартета из первой картины просто разваливаются на ходу. Красивые текучие занавески – ну это же прелесть. Но на такой сцене нужны жесткие декорации. Звук все время норовит улететь в сторону или назад. И опять ничего не слышно. Правда, даже дирижеру на это наплевать, что и говорить про режиссера. Арье пытается, как и все театральные режиссеры, вернуть оперу Пушкину. А Чайковский не всегда в своих устремлениях совпадал с первоисточником. Поэтому Медведь, забредший в оперу из сна Татьяны, которого нет в опере, еще мог бы смотреться комично, если бы режиссер не пытался нам назойливо и по Фрейду соединить его с Онегиным. А вот и блестящие хореографические дивертисменты. За месяц до премьеры в интернете появились танцы гусей. Эдакий фольклорный праздник на заднем дворе у Лариных. И все начали обвинять режиссеров на другательстве. А гуси-то эти оказались чуть ли не единственным живым номером этого спектакля. Конечно, выглядит это как гастроли ансамбля Александрова. Но все остальное-то еще хуже. Костюмы – адская смесь всех эпох и цветов, лишь бы поярче. Но художник по костюмам Галина Соловьева давно склонна к ярким и безвкусным сочетаниям. Это уже много лет у нее наблюдаю. Но она, кажется, жена сценографа. Ну, некуда деться. Два в одном. Режиссеру все время кажется, что он работает подробно с артистами. И они его понимают. Ну вот все выходят на гигантскую сцену. И вся мелкая мимика или работа глазами оказывается не видна публике даже в бинокле. Остается только странные действия, которым нет объяснения у нормального человека. Например, почему яйцо Ларина находит под петухом? Почему няня ложится на кровать Татьяны, чтобы перенести через нее ноги? Она не может просто обойти. Ну и так вплоть до финала, где Татьяна целует в засос. Внимание, целует в засос Онегина. Хуже только знаменитый фильм с Райфом Файнсом, где Лив Тайлор ревела белугой. Я другому отдана и буду век ему верна. Много маленьких глупостей на самом деле ерунда по сравнению с главным. Несмотря на все усилия режиссера, спектакль выглядит так, как будто уже шел на сцене театра с 44 года, а те, кто его поставил, давно умерли. Все неискренне, фальшиво, театрально в плохом смысле этого слова, если вспомнить, что Чайковский мечтал об особой атмосфере на сцене и даже назвал свое детище лирическими сценами. Я даже хотел составить для вас полный список несуразицы, но потом понял, что каждую минуту на сцене происходит или что-то комичное, или абсолютно банальное, вот вроде букв, появляющихся в сцене письма. Впрочем, к такому уже надо привыкнуть, ведь за годы правления Урина только такое и выходит на сцену в новых постановках. На самом деле, страшно совсем другое. В яме в этот момент находится главный дирижер театра Туган Сохиев, главный дирижер главного театра страны, который должен намного больше других дирижеров задумываться над тем, в каком музыкальном качестве выпускается спектакль. На поверку оказывается, что именно ему все равно, что ансамбли разваливаются, что стоит певцу сделать шаг вглубь сцены, и он уже вываливается из общего баланса. Разве не дирижер должен отвечать за такие глупости? Разве не он должен добиться того, чтобы мизансцены не портили музыкальный уровень спектакля? Но любитель поиграть тихо и красиво, Сохиев не обращает внимания на такую ерунду. Ему просто нет дела до того, как все это звучит в зале. Правда, к концу спектакля действие неуклонно снижает на аванс сцену, но и тут мы обнаруживаем какое-то общеусредненное дирижирование заезженной партитурой. Такого крупного помола мы давно не слышали даже в Большом театре. Наверное, это бы отлично прозвучало в Тулузе, где Сохиев промышляет, кроме Большого. Но в Большом такой дирижер сегодня выглядит только лишь как альтернатива другому осетинскому маэстро с берегов Невы. Опять же не могу не вспомнить, что в прошлой постановке были открыты купюры в сцене на балу, но сегодня в Большом убирают даже экосэс. Спектакль этот – радость буфетов, из-за двух антрактов он становится безразмерным, скучным и надоедливым. При нынешнем планировании Большого театра, как мы уже давно убедились, главная проблема – это составы. Но вот Онегин. Тут не надо вроде вылавливать западных артистов, все свои под рукой бери и создавай идеальный ансамбль. Ну и тут Сохиев демонстрирует вкуса не больше, чем в провинциальном французском театре. Если и есть люди в этом спектакле на своем месте, то это Игорь Головатенко – Онегин, и Алексей Неклюдов-Ленский. Но, увы, это ощущаешь каждую минуту, что режиссер и дирижер делают все, чтобы артисты не смогли реализоваться по полной. У Сохиева, кстати, вообще беда. Он плохо показывает певцам вступление, а иногда и вовсе не показывает. И часто певцам в этом спектакле приходится действовать на обумы. Ну, результат сами понимаете какой. И странного в мужской половине премьерного состава можно назвать Ивана Максимейко в партии Трике, которая превратилась в какое-то убогое камикование. Но и пением это было трудно назвать. И Михаил Казаков в партии Гремина. Это тоже какой-то привет старому большому, где артисты выступали не по таланту, а по месту лежания трудовой книжки в отделе кадров. Казаков давно трубит что-то невнятное. Зачем этим сомнительным пением украшать премьерный состав? Но в женской половине все было еще похуже. Елену Манистю, например, позвали петь Ларину и заставляли изображать нечто вроде Богдановой Чесноковой в «Принцессе цирка». Но вот о том, чтобы ее голос сочетался с голосом няни, никто не подумал. Евгения Сигенюк – обладательница специфического голоса. Но вот уж точно ей не стоит петь Филиппьевну. Это утробное урчание убивает все ансамбли с ее участием в первых двух картинах. Жертвой неумного режиссера и равнодушного дирижера стала совсем юная исполнительница партии Ольги Алина Чертаж. Нелюбимая мной Анна Нечаева, которая поет «Что попало?» теперь явная фаворитка Сохиева, спела весь спектакль как никогда в низкой позиции. Возможно, она просто устала после репетиционного периода. Но пугая другой, от неумного желания быть любимой сопрано главного дирижера у нее уже появилось качание на верхних нотах. Ну и, как вы понимаете, артисткой-то большой она вовсе никогда не была. И здесь ее Татьяна – это такой набор штампов с распущенными косами, раскинутыми руками, кружением по сцене. Артистка совершенно без харизмы. Скажите спасибо, что не толстая. Вот такой Онегин получился в Большом театре. Понятно, что спектакль Чернякова не мог идти вечно, он умирал у нас на глазах, его нельзя было содержать в рамках репертуарной системы. Но слишком резкий контраст с новой постановкой, согласитесь. Там был поиск неходульных вариантов и новых смыслов. Здесь глупейшая попытка создать постановку пушкинского романа, игнорируя музыку и мысли композитора. Впрочем, танец гусей, петуха, козы и медведя остается лучшим номером. Теперь хотя бы понятно, почему Большой даже поднял цены на билеты до 10 тысяч. Видимо, потратили сильно на консультантов по русскому национальному танцу. На премьере гуси еще и танцевали в разнобое, так что ощущение настоящего сельского действия мы ощутили сполна. Да и вся постановка напоминает скорее богатый ДК. Такие в России тоже есть. Вон у Мордашова в Череповце. Символом нового спектакля Большого я бы назвал синтетический травяной ковер во всю сцену. Знаете, наш мэр любит выставлять на Тверском бульваре такие скульптуры. Во всем мире их долго выращивают из натуральной травы. А в Москве же каркас обтянут вот такой синтетической фальшивкой. И люди даже любят фотографироваться у этих зеленых монстров. Вот и спектакль Большого театра. Это в своем роде скульптура из фальшивой синтетики, которая, как мы понимаем, стоит при этом дорого и претендует на светский вид. Но остается фальшивкой во всем и никуда от этого не деться. Вчера я наобещал вам, что выложу ролик ночью, и я его даже сделал. А потом удалил в корзину. Ну, что глумиться над убогими руководителями театра, которые даже после стольких лет работы в нем не понимают, чем постановки в Большом должны отличаться, скажем, от Кировского Тюза. Сделал вот этот новый вариант рецензии. Намного спокойнее, как мне кажется. И пока тем, кто в нашей стране отвечает за культуру, наплевать на Большой театр, лишь бы там все было тихо да гладко, мы обречены на такую сценическую ерунду. И начинаем к ней постепенно привыкать. Четыре оперных премьеры Большого театра в этом сезоне вновь показали, что ходить можно только на покупные или заемные спектакли. А все, что креативит уринская жена, надо сразу забыть, как страшный сон. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok